Здравствуйте! Меня попросили рассказать о моих лекастах. Это не лекаста, это бифринария. Она у меня одна единственная. Ксантина. По-гречески ксанфия это блондинка. Вернее золотистая даже, скажем так. Я надеюсь, что две цветочки будут просто восхитительными. Это не ожог, не бактериалка, в общем ничего из болезней. Она у меня стояла вон в том углу, возле стенки. Причем стояла с апреля месяца по начало июля. И вдруг я поливала другие орхидеи, слышу один странный звук. Вернее такой бам. Она ни с того ни с сего упала. Упала вниз головой, но, к счастью, просто вылезла из горшка. Заодно мы посмотрели, что там очень большое количество корней. Слава богу. Только вот это вот был ущерб. Больше ничего с ней не случилось. Не повредились ни молодые побеги. Ничего. Мне привезла ее Света Васьгербер. Это от ее деленочка. Вот эти две были вот в таком вот состоянии. Даже может, кажется, поменьше. Выросли. И далее по новой поросли. Ну, я надеюсь, что уже вот с этих, я надеюсь, мы увидим ее цветение. Итак, это бифринария ксантина. Поливаю по мере просыхания грунта. Место очень светлое. Ну, и в данный момент у меня тепло. Здесь у нас реанимационная лекаста. Название я ее выпишу, потому что произнести это сразу просто невозможно. Света тоже мне привезла. Я спросила, хочу ли я реанимашку. Я сказала, хочу. Ну, она, в общем-то, не очень-то реанимашка, в конце концов, уже. Просто последующие псевдобульбочки из-за того, что корней не было, как вы видите, мелкие. Но вот я уже надеюсь на эти две. Вот эти два побега вышли уже у меня. Молодые. Такие вот они. Опять же, у меня все орхидеи летающие. Все с крыльями. Был полет и этой лекасты. Все вот эти разрывы, это и ушибы. Это только из-за того, что она упала. Но, слава богу, не пострадала. Я не знаю, почему у меня такое происходит. Причем без моего дружеского вмешательства падают они. И вот этот вот, вот эта псевдобульба по непонятной причине разворачивается немного странновато. Но, опять же, мы надеемся на скорое цветение и этой лекасты. Насколько я поняла, она должна быть красной. Это будет очень-очень красиво. Полив также по мере просыхания. Вот здесь она сидит во влагоемком грунте. Света сажала ее уже у меня. Я с той лекастой, которая моя собственная ароматика, сделала ошибку. Но ошибку я подробно расскажу сейчас. И грунт поддерживается влажным, особенно сейчас. Как только начинает подсыхать, я поливаю. Поливаю я практически каждый день, так как у нас... Я жалую, что у нас не слишком жарко, но у нас очень-очень тепло. 35 градусов. Вот так вот. Но для наших мест это не очень жарко. У нас бывает и 45, и выше. Опять же, поливается по мере того, как начинает подсыхать. Не допускаю полного пересыхания. Удобряется и бифринария, и мои лекасты. В общем-то, как и катосетумы, два раза в неделю. Слабым раствором удобрения и по листу, и в грунт. По корням, простите. Даю гуана и чередую потом с минеральными удобрениями. Опять же, очень легкий-легкий раствор. То есть, дается половинная доза удобрения. И вот это, тоже деленка от Светыной. Это белое. Название я, опять же, выпишу, потому что просто невозможно произнести. Света привезла мне ее вот с этими двумя псевдобульбами. И третья была уже такая хорошая, хорошим подростком. Она подросла, выросла крупнее, чем предыдущая. Это очень-очень хорошо, значит, что растет корневая. И дала две вот такие новенькие псевдобульбочки. Здесь у нас был небольшой солнечный ожог, но уже начинают листья коричневеть. То есть, они отпадут. Это нормальное явление для лекарств. Листья у них отпадают на старых псевдобульбах. И здесь то же самое будет. Но изначально был ожог, как я уже сказала. Ожог у меня, ну, у очень многих орхидей. Так получается. Солнце меняет направление. Я не сразу это замечаю. Утром. Утреннее солнце, я удивляюсь просто. Говорят, что утреннее солнышко, оно мягкое. Но вот у нас оно не мягкое. Вот это моя лекастая ароматика. Это ожоги солнечные. Я ее уже перевесила. Совершенно другое место. Вот видите, светло-желтый такой оттенок. Говорит о том, что слишком много света. А это я уже ее пересушила. Уезжала. Вроде бы полила очень хорошо. Здесь вот, как я сказала, моя. Но не ошибка. У этой лекасты практически не было корней. Не практически, а корней не было. Она пришла вот с теми двумя псевдогульбами. Третья была в виде такого вот, чуть меньше этого зеленого кустика. Доросла она уже у меня. Откормили мы ее. И сейчас она решила меня порадовать. Одним, правда, цветочком. Но зато все-таки это первое цветение лекаст у меня. Я не могу сфокусировать, потому что дует ветер. И она качается. Ароматная она до неприличия. Один-единственный цветок пахнет на всю веранду. Особенно утром, но он пахнет весь день. Запах приятный, но немного на мой вкус, как бы сказать, рисковатый. Но приятный. Представьте себе, если было бы много-много цветоносов. Она наращивает вот такую вот псевдогульбочку. Меня нервируют эти пятна. Но что поделаешь? Ну, в какой-то момент листья отпадут. И она будет опять красивой. Ну, то есть, будет зелененькой такой. Опять же, даже во время цветения лекасту я удобряю слабым раствором удобрения. И по листу, и теперь уже есть корневая. Она вот плотно держится. Я даже качаю ее, она не качается. Грунт здесь очень легко просыхаемый. Вот это была, но не моя ошибка была. Я сделала это специально, потому что корней не было. Боялась, что загниет. В общем, как только мы будем в форме, мы переедем в другой грунт. Провела она у меня зиму на прохладной веранде. Ей очень-очень понравилось, как вы видите. Решила даже отблагодарить хоть одним цветочком. Место, положение очень светлое. Наше солнышко, правда, немного рисковатое. Что поделаешь. Вечернего солнца у меня, к сожалению, нет. Ну, к сожалению или к счастью, я не знаю. Ну, вернее, к сожалению, конечно. А утренняя сильная. Очень сильная. Вот сейчас я ее держу, и до меня даже доходит ее аромат. Ужа начинает утолщаться. Всегда бульба потихонечку, она начинает ее формировать. Пересушивать вот не нужно. Особенно сейчас, когда растет зеленая масса. Вообще, это закон для всех орхидей. В большей мере, в меньшей мере, во время роста и развития поливаем регулярно и хорошо. Просто есть орхидеи, которые любят просушку между поливами. Есть такие, которые не любят просушки между поливами. Не заливать, но поливать. Запах такой вот перечный немножечко. Но приятный. И очень-очень она красивая. Цветочки не крупные, но это так и должно быть. Кто-то переживает, что у ароматики небольшие цветы. Но человеку нужно немножко поизучать. Вообще, прежде чем брать какое-то растение, хорошо бы изучить среду обитания, климат, размеры цветов, размеры листьев. То, что они любят. Итак, лекасты. Очень яркое местоположение, очень яркий свет. Если у вас мягкое солнце, даже солнечные лучи. Утренние или вечерние. Полив обязательно во время роста и развития. Полив хороший, регулярный. И подкормки. Подкормки по листу и в грунт. Лучше всего так, как часто два раза в неделю. Слабой дозы удобрения. Я даю половинную. Спасибо. Если вам понравились мои лекарства, ставьте лайк. А если появились вопросы, подписывайтесь на мой канал. Отвечу с удовольствием. Субтитры сделал DimaTorzok